Ну что, это уже, короче говоря, пришлось ехать мне с работы, отпросился. Парни, мы приехали к Петровичу, стоит ЧЗ, на котором я ездил, в прошлом году. Вот, ну, берите, Ява Клоп туда-сюда. Вроде как не собирался ехать, но пришлось. Тут у людей не получилось, тут получается три мотоцикла, которые мы готовили. Ну вот, на одном из них, который капсулу времени, вот на нем я поеду, чтобы уже приехал сюда. Так что, вот такие дела. Я вам маяк даю, если вы мне видите. Ладно, продолжим там, на месте. Ну что, ребят, ну, видят, тут народ стоит. Здесь бывший магазин спорттовары, там продавались и ФПС. Сейчас там уже этого нет, видите, там магазин. Другой. И вот так вот все это выглядит. Вот особо показывать нечего. Там вон, ретро-машина. Петрович, все дела. Какие-то вон там тревожные ребята стоят. Какие-то там песни поют, что-то непонятно. Патриотические там все эти дела. Ну, собственно, и больше показывать особо нечего. Мы пригнали. Сейчас мы тут прорисуемся немного и съедем. Ну, где-то часика через два. Или около того. Здесь раньше, вот на этой площади, здесь проводили заезды в картинг, туда-сюда, там вся эта история. Ну, сейчас немного поменялось. Здесь сделали сквер. Раньше не было этого. Ну, были всякие чудеса во время картингового соревнований. Бывало, карт на карт наедет. То есть, удовольствием на заднее колесо наезжает карт, которая едет сзади, передним колесом. И взлетает, человек и полетел, как муха. Тут такое происходило. Тут многим известный Черевань выступал на картинге. Ну, много кого могу называть. Ветя Мамонт. Ну, и много-много там. Все подряд. Волчок. Просто сейчас начну все перечислять у вас, что завянут. Видите, тут явно интересуются люди, смотрят. Дети. Ну, в принципе, для этого и пригнали мотоцикл, чтобы вот в прошлогодний ЧЗ, на котором я ездил, я рассказывал. Тут уже у ребят. Вот Серега стоит. Волнуется. Тут мотоцикл уже раз-два-три чуть не завалили. Дети лезут, а родители им все равно, если бы только залез в мотоцикл, ну, ребенку. Тут уже едва чуть не вронили. Тут уже психи, вопли, крики. Реставратор волнуется за свой мотоцикл. Тут кто-то нализывал, нализывал. Людям нужны фотографии. Тут все понятно. То есть, глаз да глаз. Он валяется на наших две головы. Мой жбан и Вячеславовича. Я заметил, вот, к мотоциклам лезут вообще все. Не отходят. Там кто-то песню слушает времен войны. В общем, ничего нового. Все как обычно. Как я говорил, не хотел ехать, но пришлось. Я очень люблю все дела. А что там, троллейбусно скорячился, либо колесо продолбился, он на боку стоит. Оглох. Что-то, какая-то непонятка. Что-то случилось с троллейбуса. А тут, где он делся? Серега тут. Уже дети выросли. Туда и сюда он стоит. Кстати, я катался на его Ямахе. Вот он стоит по центру экрана. У него Ямаха была лютая вообще. Сейчас он пересел на КТМ 690. Вот он, с нами лицом, в очках, на лбу. Серега! Маяк для призванков. У меня впечатление от его Ямахи по сей день, сейчас я ему сказал так и так. Я помню эту Ямаху, она вдувала вообще не по-детски. Он ее готовил на трек, и там много чего было сделано, и она реально вдувала так, что... Старшее поколение притаскивает мелких товарищей. И тут все происходит своим чередом. Младшее поколение с меня и старшее. Старшее рассказывает, как они жили при... В той стране, при СССР... Вот сейчас я со спины показываю, по центру экрана стоит мужчина. Оказывается, мы с ними работали на одном заводе. Он много раз слышал, на придонках, как я рассказывал про завод. И мы сейчас стояли, терли минут там 10. Обсуждали. Ну, как обычно. Того знаешь, того знаешь. Оказывается, всех друг друга... Знаем одних и тех же, короче говоря. Обычно некоторые болтают, что работали там-то, там-то, сами не работали, где-то зашли два раза. А тут все ясно и понятно, работали. Тут какие-то ветераны какие-то, которых я слышать не слышал. Ну, ладно, это не наше дело. Это яркие представители мото-клуба «Орел Эва». Завели узкоспециальный разговор. Не каждый поймет. Типа ничего не понял, но очень интересно. Об этом историю мало. Да. Я слушаю, мне все это стоит в тупик. А люди все идут, 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 людей все больше и больше. Но уже, по-моему, шумарно стоял. А то, на трусах гнил. Дальше. Баранов Юрий Николаевич. На благодарность. Патронов. Чур-молодцы. Отлично. Так. Пирогов Владимир Владимирович. Техов. Техов. Жавкин Юрий Геннадьевич. Собственное. Милютин Александр Петрович. Также. Союзу ветеранского спорта. Жанна Благодарна. Молодцы. Также. А Союзу ветеранского спорта. Сам я бывший боксер, автогонщик. КМС по хороста. Союзу ветеранского спорта. И в карам лазим. Так что у меня просто так. Я рад. Есть технические ребята. Чербина. Валентин Валентинович. Канал Бридонки. Спасибо. Болезанция мото-велоспорта. Так. В Карпов. Александр Вячеславович. О. Спасибо. Сейчас я тебя вспоминаю. Да. Да. Через сколько у нас готовится по времени? Сейчас. Сейчас я крашу не узнаю. или никто про фотоциклы расскажет чуть-чуть два-три слова я вам поговорил расскажите откуда такие нации мотоциклы родом из чехословакии марки я воедино представлены здесь самые старые 1970 года вот самая молодая 1990 года, соответственно 30-50 лет наш ГУК занимается популяризацией данной марки, восстановлением этих мотоциклов и подвижением массовой структуры, запасной цели здесь минут через 5 ими сказали, Дерни хорошо, мы в принципе готовы он как только выйдет, сразу ему в хвост три мотоцикла и в конце колонны перед моим... понял, понял, понял сейчас интервью возьмут в предприятии мы присутствуем по приглашению союза ветеранов спорта по приглашению соответственно хочу в преддверии Великой Победы праздника 9 мая пожелать всем россиянам всем русским людям крепкого здоровья благополучия ну и конечно звездного неба над головой и спокойной петь спасибо большое Сань, через 5 минут сказали так что надо уже одевать чехли вон евест, видите, тут на костылях погнал неудачно начал сезон ножку сломал сейчас у меня полна железяк нога ну еще не поделаешь, бывает так вот такая потеха, вот такое гуляние ну на всякий пожарный всем пока с вами были придонки берегите себя разоглазь неудачно сезон все вон на все все все